Примерно в год компания производит, ну, наверное, около 500-600 прямых трансляций спортивных соревнований. С точки зрения технологии мы понимаем, что будущее за 4К, наверное, HDR интереснее, чем 4К, вот для меня лично, но я понимаю, что для его внедрения в повседневную жизнь времени потребуется значительно больше. Наша компания начала свой бизнес производства спортивных трансляций, в общем, с первой камеры Panasonic 500, которая использовалась и для репортажа, и для съемки. На сегодняшний день в арсенале компании 5 передвижных телевизионных станций, 6-я собирается. Всего парк камер на сегодняшний день, камер только Panasonic, у нас 20 камер репортажных, это 500-е камеры, 374-е и 600-е, и уже 26 камер студийных. На сегодняшний день мы управляем всеми правами на чемпионат России, Кубок России по волейболу, плюс мы делаем продакшен, вернее, организовываем продакшен по всей стране всех матчей Единой лиги ВТБ. Мы очень гордимся тем, что в позапрошлом году мы выиграли тендер FIBA на полный хостбродкастинг чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Сотрудничество с FIBA продолжилось, и вот буквально месяц назад мы работали в Хорватии в сплите на матчах олимпийской квалификации к Олимпиаде в Токио по баскетболу среди мужчин. В нашей профессии самое главное – это надежность. Ни разу мы ни одну камеру не ремонтировали, что для нас супер важно. Самый сложный продакшен, наверное, был вот этот последний, потому что там было порядка 16 камер, включает 3 камеры супер сло, плюс стедикам, поликам, достаточно много спецтехники. Но, тем не менее, для нас это достаточно привычная работа. Больше применяется и стандарт супер сло и хай супер сло, он входит в нашу обыденную жизнь. Я понимаю, что спорт без этого невозможен. Есть разного рода эксперименты по скорости камер. Вот, например, вариант UC4000 или 5000 камеры Panasonic – это 8-скоростная камера. Для 99 видов спорта этого вполне достаточно. Для игровых видов спорта, футбола, волейбола, вот этих 8-скоростей достаточно за глаза. Второе – камеры легкие. Камеры достаточно универсальные в плане подключения периферийных устройств. Чем меньше на камере проводов, тем лучше для нас. То есть Panasonic в этом смысле тоже выгодно и отличается от камер других производителей. Потому что пристегивающийся монитор, один гибрид и все. То есть, по сути, от камеры отходит один кабель. В допандемийный год по заказу итальянского телевидения мы ездили в Финляндию снимать унилатеральный сигнал матча в Финляндии и Италии. Основная ПТС НЭПа снимала матч. У нас было несколько камер на поле интервью и плюс студии. И, естественно, эти камеры надо было свести по картинке. Получилось достаточно быстро. То есть минут за полчаса, минут за 40 они свелись, и картинка на НЭПовской машине и у нас была абсолютно одинаковая. У них использовались камеры Sony, у нас Panasonic. То еще удобно в Panasonic то, что сигнал на базовую станцию изначально приходит в 50P. И одно с базовой станции мы можем снять и 50P, и 25P, и 1080i. Вот это очень удобно, потому что мы можем с одной базовой станции, с одной камеры получить несколько разных сигналов. Ну, потому что, наверное, для интернета i-режим никак не подходит. А для телевидения, для телевизионной картинки на сегодняшний день основная часть, основной формат сигнала — это 1080p. Камеры Panasonic нас не подвели ни разу. И работают замечательно в разных погодных условиях. И в мороз, и в стужу, и в жару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова